МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он настолько полюбился русскому народу, что его традиции мы бережно храним. Одна из основных – обрядовые куклы. Это не только ростовое чучело-масленицы, которые сжигают на прощенное воскресенье. Есть и вот такие, которые целый год оберегают дом от ненастей. Когда на масленицу приходили гости, вот жених, невеста, очень много свадеб было на масленице. Ходили ряженые, так же, как и когда калядовали. А ряженая – это что? Это нечистая сила. И чтобы от нее избавиться, лицом ставили вот такую куклу, чтобы она на себя забирала весь негатив. Такой же магической силой обладает и стригушка. Именно этих куколок делали участники мастер-класса. Так же, как и старших сестриц, малышек вяжут из лыка или соломы. Нить обязательно красная. Блины наматываются не хаотично, а по солонь, то есть по солнцу. Небесному светилу в масленицу вообще отводилось особое место. Только вот блины, вопреки бытующему мнению, пекут не из-за того, что они похожи на солнце. Все гораздо серьезнее. Блин – это пятый элемент. Мука, основа блина – это земля. Вода, вот молоко, жидкость – это какая стихия? Вода. Жарится блин на сковородке – это стихия огня. И в дырочках сохраняется воздух. Это стихия воздуха. Четыре стихии в одном масляном диске. Вся сила души – в лыковой куколке. Испокон веков считалось, что оберег, сделанный руками, несет мир, покой и благо. Стригушки исполняют желания. Может, все это языческие сказки, но вера в добрые силы способна творить чудеса. Анна Пикулина, Сергей Дорохов, телеканал СИИМ.